Персональная выставка для каждого художника. Событие значимое. В случае Арины Мясниковой это первый важный шаг в творческой карьере. Вниманием брестской публики девушка представила картины, на тему которой вдохновила и заинтересовала своей многогранностью, а именно театр. Работы автора четко передают настроение, зрелищность, специфику конфликтов и характеров, драматическое действие, выразителем которого является актер. Концепция проекта художницы очень близка к концепции самого театра. Среди главных героев картин – Кармен, Князь Тишины, а также женские образы. Довольно интересно переданы размышления о жизни в работе под названием «Судьба». Игра цвета, линии и форм наблюдается в серии работ «Летние подсолнухи». Разнообразие идей, написанных маслом на полотнах, говорят о том, что автор глубоко проникся темой. Вдохновение, знаете, как сказал Пикассо, приходит во время работы. А сначала ты разработка эскизы, есть какая-то тема, она тебя вдохновляет. Последняя – это была Кармен, после того, как я построила балет Майя Плесецкой, которая просто совершенствовала и совершенно его станцевала. Я вдохновилась этой темой и начала разработку эскиза. Когда меня устроил эскиз, я начала, перенесла его на холст, начала маслом продумывать цвета, гамму. Летом меня вдохновили подсолнухи. И так всегда, идешь на пьесу, и что-то тебя вдохновляет, или просто какое-то настроение. И ты сидишь, берешься за карандаш, делаешь эскизы, и если он тебе нравится, это всегда переходит в работу на холсте. Прещанка Арина Мясникова свой творческий путь начала в студии «Декор» в Центре внешкольного образования. Ее наставником была член Белорусского союза художников Нила Горченюк. Первые уверенные шаги девушки в искусстве, а позже и первые успехи стали показательными. Арина Мясникова с ранних лет знала, будущее свяжется с изобразительным искусством. Окончив Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, Брещанка поступила в магистратуру. Сегодня учебу она успешно совмещает с рисованием, как любой творческий человек находится в поиске себя. Своим примером художница уже вдохновляет многих. Конечно, безусловно, реализм – это хорошо, и можно погородиться, когда человек имеет реалистичное рисование. Но зачем реалистические картины, когда можно просто сфотографировать? Я считаю, абстракцию сфотографировать нельзя. Хотела бы такую же выставку, как у сестры, первые персональные? Думаю, еще пока рановато, но через лет пять я хотел бы иметь такую же выставку. Она видит это по-своему, она по-своему это разбивает, и это, скажем, не то реальность, как можно увидеть на фотографии, да? Это то, как она это видит, как она это представляет, как она трактует мир, ее, скажем, сознание, трактовка мира. Персональная выставка под названием «Театр теней. Начальный этап в карьере молодой художницы». И хотя о всеобщем признании пока говорить рано, ей есть на кого равняться. Именно кумиры, по словам Арины Мясниковой, направляют и стимулируют к достижению совершенства. Я очень люблю Пикассо, мне нравится Малевич, вот супрематист, и я ему очень вдохновлена. И тем, что наша белорусская школа супрематистов смогла вдохновить на создание школы Баухаус, меня в какой-то определенный момент очень впечатлило. Шагал, то есть, также один из моих любимых художников. Планов у девушки, так же, как и творческих идей, множество. И пока вдохновение в тесном союзе с огромным желанием постигать искусство и творить задуманное непременно осуществится. Продолжение следует...